Всем привет! Меня зовут Таня Лазарева, и да, я 6 лет спустя снова решила снять видео на этот канал. Возможно, здесь ещё есть люди, которые меня помнят, возможно, захотят посмотреть это видео. Да, мне внезапно захотелось появиться на этом канале, рассказать о том, где я была и что делала за последние эти 6 лет, и что же происходит в моей жизни сейчас. Буду рада, если кому-то это будет интересно. Ну а если нет, сохраним для истории. Итак, я начинала снимать книжные видео на Ютубе в 2014 году, когда мне было 18 лет. В феврале этого года, точнее, следующего уже, но совсем скоро, мне будет 28. То есть практически 10 лет спустя я снова захотелось снимать видео на Ютуб. Снимала я активно видео до 2016 года, и в 2017 выпустила буквально пару роликов, после чего пропала. Это было осознанное решение — закончить снимать видео на Ютуб, и все эти годы я занималась другими вещами. И у меня не было вообще никакого желания и мысли возвращаться на Ютуб. Но в этом году кое-что изменилось, и у меня появилось желание снова вернуться к этому занятию. Основное время, когда я вела свой Буктюб-канал, я жила в Ставрополь, училась в художественном училище, после чего его закончила и переехала в Краснодар. В Краснодаре я поступила в Институт культуры и устроилась работать в Институт развития образования Краснодарского края. И как раз я работала, по-моему, первые полгода, может быть, училась в это же время, когда еще немножко снимала видео, после чего перестала. С тех пор я 4,5 года отучилась в Институте культуры по специальности культурология, управление в социально-культурной сфере, и параллельно 5 лет проработала в системе образования Краснодарского края. Я прошу прощения за свой хриплый голос, я на самом деле уже неделю болею, но просто поняла, что хочу это видео снять именно сегодня и не готова откладывать. Обучение, кстати, в Институте мне нравилось, мне нравилась моя специальность, но работать я по ней не планировала. Работала я в учреждении, которое занималось переподготовкой и повышением квалификации учителей. Также проводились там различные семинары, образовательные конференции и так далее. В общем, это была различная работа по развитию образования в Краснодарском крае совместно с Министерством образования. То есть мы напрямую постоянно взаимодействовали. Работа была интересная, местами весёлая, местами просто очень увлекательная, местами сложная. В какие-то периоды мне она очень нравилась, а в какие-то не очень. И проработав 5 лет, последнее время, последние годы я понимала, что она заставляет испытывать в меня очень много стресса. Это была сложная для меня психологическая работа. И когда у меня появилась такая возможность, я уволилась оттуда. Помимо этого, я уже более 5 лет как увлекаюсь, занимаюсь серьёзно йогой. Но занимаюсь не просто и как лёгким спортом, как это делают многие люди, используя йогу либо для растяжки, либо чтобы не болела спина с такими целями приходит, либо просто чтобы мягко разминаться, скажем так, не занимаясь каким-то тяжёлым спортом. Ну, во всём случае, воспринимают йогу именно как телесную практику. Я же шла в йогу изначально с большим интересом узнать её суть, понять её философию, понять её смыслы, изучить её, так сказать, изнутри. Поэтому, когда у меня был уже где-то год практики, я пошла на инструкторские курсы учителей йоги. У меня не было желания и цели преподавать йогу. Я хотела просто изучить эту тему, и поэтому мне нужны были преподаватели, мне нужны были какие-то серьёзные, фундаментальные знания, которые я не придумала, где ещё можно взять, кроме как на инструкторском курсе. Я там проучилась несколько месяцев, сдала экзамен, и всё, естественно. Мне там очень нравилось учиться, это прям было очень моё. И есть, я считаю, что это и есть очень моя тема, она мне безумно интересна всегда, до сих пор, уже шестой год. Я читала очень много книг на эту тему. Во время курса, опять же, с большим интересом слушала лекции по истории йоги, по её философии. Мы изучали и санскрит, и анатомию, и другие разные предметы. Всё это мне было безумно интересно, и мне это всегда легко давалось физически, и легко запоминалось. И, в общем, мне действительно очень нравилась эта тема. И после курсов я какое-то время преподавала йогу, несколько месяцев, пока не начался ковид, и не закрыли нашу студию. У меня, в принципе, была возможность потом вернуться, когда её снова открыли, и меня звали даже не в одну студию преподавать. Но я не вернулась по определённым причинам. Пока что, во всяком случае, к этому занятию. Но я на совсем его не исключаю в своей жизни. Возможно, я ещё куда-нибудь приду к тому, что буду преподавать йогу. Параллельно все эти годы я также читала книги. Вы видите, позади меня мой шкаф, книжный стеллаж во всю стену, который, кстати, сделал мой муж. Да, забыла сказать. Почти три года назад я вышла замуж. С мужем мы также познакомились на работе. Вот, собственно, с тех времён мы счастливо живём вместе. Этот шкаф он мне делал, и сейчас в нём больше тысячи книг. Всё это время, естественно, я читала. Несколько лет после того, как ушла с Ютуба, я активно вела именно книжный блог в Инстаграм. Постоянно писала отзывы, подборки, вот это всё. Потом несколько отошла уже от этой темы. И в последние пару лет могу сказать, что я в своём блоге довольно мало уделяю времени, внимания именно книгам. Редко пишу отзывы, но при этом также люблю читать. И также люблю книги, и продолжаю их собирать. И, кстати, до сих пор мне ежемесячно издательства присылают свои даджесты новинок. И я периодически получаю посылки от них с новинками, за что им огромное спасибо, что они меня до сих пор помнят и до сих пор шлют мне книги. Иногда я рисую, продолжаю также рисовать, но делаю это для себя. Несколько работ я продавала как-то периодически. У меня в Инстаграме были желающие купить какие-то свеженаписанные работы. Я их продавала. Но в целом, опять же, не занимаюсь этим с целью заработка. Рисую довольно редко, по большому желанию и вдохновению, но всё равно люблю это дело. И когда я именно сажусь рисовать, я получаю от этого огромное удовольствие и вдохновение, и заряд энергии. Какое-то время я увлекалась фотографией и очень много участвовала в различных фотомарафонах по именно предметной съёмке. Мне очень нравилось собирать. И нравятся сейчас до сих пор разные винтажные, антикварные вещи. Я собираю всякие там старинные печатные машинки, керосиновые лампы, плёночные старые фотоаппараты. И вот, ну, всё, всякие-всякие старые вещи. И мне их нравилось атмосферно по-разному снимать. Ко мне пришла моя кошка Снежка. Моя хорошая. Она всегда переживает, когда я её беру на руки. Она не любит на руках сидеть. Я вам потом отдельно вставлю кадры. У меня два кота. Оба белые, оба голубоглазые. Кот Альбус. Да, в честь Дамблдора. И кошка Снежка. У неё уже это имя было. Мы её купили с этим именем. Альбусу назвала, естественно, я. Вот, я остановилась на фотографии. Мне очень нравилось создавать всякие композиции в таком старинном ретро-стиле. Снимать их, делать такие художественные предметные фото. Ну, потом я со временем тоже от этого отошла. Но по-прежнему у меня осталась любовь к украшению пространства. Я, кстати, вспоминаю, что когда я снимала свои видео ещё тогда, лет 8-9 назад. Я думаю, вы тоже, если меня смотрели, то вспомните. Что мы с моим другом тогда снимали фотостудию, чтобы я могла снимать видео на красивом фоне. Дома у меня не было возможности снимать, использовать какой-то красивый фон. И вот, да, друг мне помогал, снимал студию, фотостудию. И мы снимали мне книжные видео с различными красивыми фонами. Сейчас же у меня нет такой необходимости, но я создала красоту у себя дома. Мне очень нравится заниматься именно декором пространства. И я его меняю каждый сезон снежа. Я вот вставлю, думаю, несколько кадров, что осенью у меня всегда тематически осенний декор, какие-то осенние украшения летом, летние, весенние и так далее. Тоже очень много времени этому уделяю средств и вдохновения. Ну и далее последнее, но не по значению. Моим новым хобби является фигурное катание, которым я начала увлекаться в начале этого года. С февраля я решила, что хочу научиться кататься на коньках. До этого я на них даже толком стоять не могла. И мне потребовалось очень много мужества и смелости на самом деле, чтобы выйти первый раз на каток, когда у меня были мои новые конечки, которые я попросила себе в подарок на Новый год. Я приехала на каток одна, это были каникулы, там каталось много ребят. И для меня был большой стресс, как для интроверта и социофоба. Я на самом деле очень боюсь любых новых компаний, скоплений людей, знакомств с чужими людьми и так далее. В общем, для меня было большим стрессом приехать туда и выйти кататься, зная, что я не умею этого делать и так далее. Мне казалось, что все на меня смотрят, что все будут смеяться, осуждать или ещё что-нибудь. Ну, всё, конечно, прошло совершенно не так. Никому не было дела, что естественно до меня. А я получила огромное удовольствие. Даже от того, как я пыталась кое-как шагать по бортику, мне всё равно это безумно понравилось. И я решила, что буду теперь каждую неделю ездить и кататься сама на коньках. А со временем уже я нашла себе тренера и поняла, что хочу заниматься фигурным катанием. Во-первых, я до этого никогда не знала, что есть фигурное катание для взрослых, любительское фигурное катание, которым могут заниматься люди в абсолютно любом возрасте и выполнять все те же элементы, что и профессиональные спортсмены. Ну, понятно, на начальных уровнях сложности. Альбус? А вот и вреди на альбус пришёл. Медведь. Медведь. Ты посмотри в камень. Мой крышавик. Кстати, да, у меня есть новый канал. Я снимала видео с большой и подробной историей о том, как я пришла к фигурному катанию, как я нашла возможность им заниматься в Краснодаре, а это было реально сложно, как я искала своего тренера, как пришла к этим занятиям и так далее. Там же рассказывала, что вообще к идее заниматься фигурным катанием меня привела Соня Ейсман. Я думаю, если вы моего возраста, плюс-минус точно её помните. Я оставлю, конечно, ссылку на свой новый канал. И если у вас будет желание, можете послушать эту мою историю, как же я вдруг пришла к фигурному катанию. И да, оно сейчас занимает очень большую часть моей жизни. Очень много моих мыслей, моего времени, моих финансов, моей энергии. И я общаюсь в среде любителей фигурного катания. И также знаю теперь очень много блогеров, которые снимают видео о любительском фигурном катании, что меня и натолкнуло на мысль и тоже начать снова снимать и рассказывать свою историю. Но как и с книжными видео, как и с йогой. Когда-то у меня было в Инстаграме очень большой период, когда я постила постоянно фото с йогой, писала посты про йогу и так далее. Но ни с книгами, ни с йогой, ни в данный момент с фигурным катанием никогда. Это одна какая-то тема, которая для меня в жизни важна. Она не занимает меня всю и не занимает весь мой блог, потому что я всегда хотела вести блог про себя, про всю свою жизнь в целом, про разные её интересы, аспекты. Мне важно было делиться какими-то своими мыслями, взглядами параллельно какой-то огловествующей темы. Поэтому создавала новый канал. Я с целью делиться своей историей взрослого человека, который решил начать заниматься фигурным катанием своим таким фигурно-катательным путём. Но изначально уже у меня всегда были цели, что впоследствии я на этом канале буду также делиться всей своей жизнью и другими увлечениями, хобби. И, возможно, я планирую на этот канал тоже снимать какие-то книжные обзоры. Ну, конечно, не на все прочитанные, не на каждую книгу, а, возможно, на какие-то наиболее зацепившие меня книги, о которых мне прямо захочется поговорить. Летом, например, у меня там был большой влог о том, как я ездила к своей бабушке на море, как я там тренировалась, как ходила на йогу на море, какие у меня были тренировки по сухой подготовке к фигурному катанию. Да, им занимаются не только на льду, но и в зале. Как я занималась растяжкой, вообще спортом, и как готовила еду вместе с бабушкой. Ну, в общем, очень много таких интересных, простых вещей, на которые... Я очень люблю снимать такие видео, на которые мне всегда приходят комментарии о том, что эти видео очень домашние, очень уютные, очень ностальгичные. Это что-то из детства всегда. И мне очень приятно всегда читать такие комментарии, потому что это то, что я хочу нести. То, что для меня важно, то, что я сама люблю смотреть, то, что я ценю. Свои воспоминания, детстве свои, умение радоваться мелочам, показывать ценность семьи, как мы дорожим близкими, как восхищаемся красотой, природой и всем остальным. В общем, про это будет мой канал. А не только, естественно, про тренировки. Хотя он был основой, основой, которая меня смотивировала начать снимать и начать что-то снова рассказывать о своей жизни. А ещё я за этот год похудела на 12 килограмм. Довольно существенная разница. И то я худела не весь год, наверное, примерно полгода. На новый канал тоже сниму видео о том, как я похудела, потому что у меня были запросы рассказать об этом свою историю. Вот такая у меня сейчас жизнь и подведём краткий итог. Я живу вместе с мужем в нашей квартире. У меня есть два кота, Альбус и Снежка. Я занимаюсь сейчас фигурным катанием, также до сих пор занимаюсь йогой регулярно. Хожу в студию и занимаюсь у того же преподавателя, который у меня преподавал историю и философию йоги на инструкторских курсах. Когда я на тех курсах поучилась, я поняла, что это тот педагог, у которого я хотела бы учиться дальше. И когда она открыла свою студию на другом конце города, я по полтора часа стала ездить туда и обратно на её занятия. Вообще, за весь свой пятилетний опыт йоги я была в абсолютно разных студиях, у разных преподавателей, на разных направлениях. Я перепробовала практически всё, наверное, что можно в йоге. И могу сказать, что я занималась, наверное, у педагогов 20 примерно по йоге. И могу сказать, что из них всех тот преподаватель, у которого я сейчас занимаюсь, она для меня самая лучшая по глубине знаний, по уровню подготовки, по тем всем нюансам и деталям, которым она уделяет внимание в практике. В общем, не может никто с ней сравниться. Я готова тратить по полтора часа в одну сторону на дорогу, чтобы ездить только на её занятия, потому что я знаю, что это лучший преподаватель йоги в Краснодаре. И она преподает не просто физкультуру, не просто гимнастику, она преподает настоящую йогу. И мы не будем говорить про эзотерику, про медитации, про что-то такое эфемерное. Это действительно сложная, глубокая работа с телом, с большим смыслом. Поэтому я к ней продолжаю ездить, продолжаю заниматься с большим удовольствием. Занимаюсь домом, его поддержанием, чистоты, порядка, украшением. Занимаюсь съёмками для своих других соцсетей. Меня это очень радует и вдохновляет. И воспитывают двух котов. Детей у меня пока нет. Периодически рисую и читаю также книжки. Так что такова моя жизнь. Сейчас могу сказать, что у меня, наверное, самый счастливый период в моей жизни, самый менее стрессовый, к чему я бесконечно рада. Не перестаю наслаждаться каждым днём. Даже то, что я сейчас неделю болею, не омрачает моего настроения. Я надеюсь, что кто-то посмотрит это видео, что вам было интересно меня снова увидеть. Было интересно послушать, узнать что-то новое о моей жизни. А если вдруг вы захотите следить за моей жизнью дальше, буду рада видеть вас на своём новом YouTube-канале. Также я веду Telegram активно, где делюсь также всей своей жизнью, всеми своими занятиями, тренировками, книгами, жизнью. Также я есть в Instagram, хотя сейчас, конечно, мотивации увести всё меньше и меньше становится с каждым днём. Но в любом случае, буду рада вас видеть в любых своих социальных сетях. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Меня зовут Лазарева Таня. И увидимся в следующих видео уже на другом канале. Пока-пока. Всем привет, меня зовут Таня. Не так давно я начала заниматься любительским фигурным катанием. Как же я попала в фигурное катание в 27 лет? Как я выбирала свои первые профессиональные коньки? Я хочу вам рассказать невероятную историю покупки моих новых коньков. И да, меня зовут Таня, мне 27 лет, и до этого года я совершенно не умела кататься на коньках. На катке была буквально раза три за жизнь. Но в феврале вдруг мне захотелось научиться кататься. Вы видите видео с моих первых нескольких самостоятельных катаний, когда я еще понятия не имела, что это приведет меня к фигурному катанию. Начинать в 27 было невероятно сложно, я даже прямо ехала с трудом. А это уже кадры из влога с моей последней ледовой тренировки на данный момент. И вы можете увидеть мой нынешний уровень катания, к которому я пришла за полгода в Тане. У меня был большой летний перерыв, но весной, и эту осень я активно катаюсь, осваиваю базу скольжения, понемногу начинаю прыгать перекидной, осваивать вращение. Мне очень нравится делиться историей своего фигурно-катательного пути. Я активно веду социальные сети, где делюсь всеми своими сложностями, успехами, падениями и победами, пусть пока и маленькими. Буду рада видеть вас на своем канале.